Слушайте, ну очень странно. Это точно так же, как сейчас, например, Швейцария, которая теперь вроде открывает общественность данные банковские и так далее, и так далее. Волей или неволей, безусловно, это как общество, в котором находится человек, он вырастает либо в одну сторону, либо во вторую, да, поэтому с кем ты ведешься, с тем того и дети. Но история ареста имущества, на мой взгляд, неправомерна, потому что мы платим налоги той стране, если мы что-то там приобретаем. Точно так же, как и иностранные граждане. Мы находимся в стране, берем визы, рабочие или туристические, это уже другой вопрос. Мы, собственно говоря, покупая лодки, машины, пароходы, либо же квартиры, или маленькие дачные участки, точно так же платим налоги этой стране. Второй вопрос. Насколько правомерно или неправомерно предоставлять информацию и декларировать, это как так, ты считаешь, как о двойном гражданстве, да, сейчас все сначала кинулись в особую панику, и как это так, если у вас второй паспорт, то вы должны уведомить страну. Ну, говорить об этом можно долго, и кто-то считает это ущемлением прав, кто-то нет. Собственно говоря, я считаю, что если я заплатил налоги в другой стране за свое недвижимость, почему я должен отчитываться об этом здесь? Но после отражается тогда очень простой банальный вопрос, а почему у государства захочешь наверняка знать, откуда у меня деньги на это, ну и так далее. То есть здесь такая цепочка, мы можем здесь по ней ходить долго, но суть предельно понятна. Спасибо. Спасибо.